Вячеслав Володин подчеркнул, что Россию и Южную Осетию связывают особые отношения. У нас общая история. Нам надо защитить историческую память. Конечно, все эти темы требуют, чтобы диалог был постоянным, чтобы мы помогали друг другу. Мы должны сближать наши отношения. И, конечно, здесь межпарламентские связи играют большую роль. Со своей стороны мы будем обязательно делать все от нас завище, чтобы новые форматы были продуктивны, чтобы мы могли наполнять конкретным содержанием работу. Понимая это, необходимо предлагать те решения и повестку, которые соответствуют уровню отношений, добавил Вячеслав Володин. Алан Маргиев поддержал председателя Государственной Думы и российских коллег, поблагодарив за вклад в развитие двусторонних отношений. За эти годы у нас сложились очень такие теплые и тесные межпарламентские связи. И мы уверены, что благодаря подписанному соглашению о сотрудничестве между Госдумой и нашим парламентом, это взаимодействие выйдет на еще более высокий уровень. Алан Маргиев подчеркнул, что сегодня братские народы России и Южной Осетии снова вместе борются с фашизмом. В будущем году мы вместе будем отмечать юбилей Великой Победы. Речь также шла об укреплении отношений на принципах взаимовыгодного сотрудничества и невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Вячеслав Володин пригласил Алан Маргиева и депутатов республики принять участие в международном форуме, посвященном сохранению исторической памяти, который пройдет в апреле 2025 года в Волгограде под эгидой парламентского собрания Союза Белоруссии и России, а также в международной конференции по развитию парламентаризма. И сегодня же делегация парламента Южной Осетии приняла участие в церемонии возложения цветов к могиле неизвестного солдата в Москве. Агунда Губозова, Оксана Таттаева, информационный выпуск. Сегодня.